Анатолий Игнатьевич, Вы работаете хирургом в районной больнице, да? Вот точно скажите данные все свои. Ну, зовут меня Анатолий Игнатьевич Слепцов. Я проработал заведующим хирургическим отделением в Татинской ЦРБ 15 лет. И вот в этом году поступил на вечернее обучение, на высшие литературные курсы в литературном институте имени Горького. И в связи с этим вот переехал в Москву и в данное время ищу работу. Процесс регистрации сильно затянулся, поэтому пока еще... Скажите, мы с вами собрались здесь по поводу того, что вышла некая статья, которую вы якобы не писали. Вот расскажите об этом. Ну, в WhatsApp было распространено письмо, которое впоследствии, как выяснилось, было написано в 2013 году. Еще не знаю из какого региона, но каким-то другим врачом. Ну, и не знаю, кто по злому умыслу или по доброте душевной взял и подписал это письмо моим именем. Якобы это я написал, отправил и сам уехал. Ну, так совпало по событиям. И вот на этом кто-то сыграл. И из-за этого вот весь сыр бор. А так я не писал это письмо. Скажите, а чего мы сейчас добиваемся-то? Мы вот для чего это интервью записываем? Чтобы вы дали опровержение? Или вообще для чего? Ну, скорее всего, чтобы опровержение дать. Чтобы действительно народ и мои земляки знали, что я не писал. Вы такого письма не писали. Мало того, вы, ну, прочитав это все, не поддерживаете эту точку зрения, я поняла. Есть некоторые моменты, которые поддерживаю. Там, в основном, насчет бумажной, увеличения бумажной работы и так далее. Но сейчас вроде бы внедряется компьютеризация, но развитие интернета оставляет желать лучшего. Из-за этого возникают проблемы, когда компьютер зависает, там очереди растут, и работа еще затормаживается, по-моему. Но это у всего врачебного сообщества страны. Это же не только в Таркенском области, правильно? Ну да. Это же у всех. Поэтому тоже вот оно как к вам-то каким образом. Скажите, пожалуйста, а почему вы не обратились в суд? Ведь есть же хороший путь обратиться в суд. Потому что, ну, это же аноним, получается, вашим именем подписал бумагу. Ну, я считаю, что это незначительное недоразумение просто. И, ну, как, лично меня никак не пятнает, по-моему. Ну, просто общественный резонанс вышел не в ту сторону, а так лично я сам не считаю себя пострадавшим. Ну, это уже хорошо. Вот. Какие-то дальнейшие шаги вы будете предпринимать по этому поводу? Да нет, не собираюсь. Других проблем много. Вот. Ну, вот, собственно говоря, еще вот один такой непринципиальный вопрос. А у вас есть какие-то мысли, кто это мог быть? Я даже не знаю, как сказать. Кто мог воспользоваться вашим добрым именем, написав данное письмо? Ну, друзей у меня много, я не знаю. Не могу сказать. Спасибо. Спасибо.